Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, который мы с вами сейчас рассмотрим и о котором хотелось бы тоже подумать. Вопрос звучит так. Как на нас влияет наша речь? Речь влияет не только на нас. Я думаю, что речь влияет на все. Помните добрые слова и кошки. Приятно, кошка же не понимает слов. Что-то нагружает смыслом те колебания воздуха, которым называем речь. Наверное, то, что мы вкладываем в эту информацию. Всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Вот каждое слово, которое произносится нами в этом мире, оно имеет способность нести нечто. Если мы говорим добрые слова, полезные слова, нужные слова, они животворят. Если слова праздные, если слова злые, если слова вносят внутри себя упрек, укор, обиду или какое-то другое зло, вожделение или какой-то грех, они смысловую нагрузку переиздают не только колебанием звука и буквами, они смысловую нагрузку запечатлевают либо в человеке, либо в пространстве, либо в месте. Потому что если, знаете, бывало-небывало у вас, когда заходишь в храм, ощущения другие, чем те, которые испытывал, заходя, например, в театр. Хотя пространство и объемы, и звуки, и, может быть, даже положительные спектакли могут быть в этом театре. Но внутренние ощущения все равно другое. Слова, которые произносятся здесь, они другие, и нагрузка другая. Вот я думаю, что влияет на нас речь. Более того, каждое слово надо все-таки обдумывать. И прежде чем сказал Владыка наш, прежде чем сказать некое слово, помолчи и подумай. Если можно его не говорить, то лучше не говори. Лучше это будет тишина, чем праздность. Празднословие тоже не самый лучший добродетель человеческий. Аминь.